На решение проблем с дефицитом воды власти региона отводят несколько лет. Уже разработали план работ, рассчитали финансирование. В прошлом году на модернизацию системы водоснабжения из бюджетов разных уровней потрачено более 400 миллионов рублей. В результате качественную воду в достатке получили около 45 тысяч створопольцев в семи районах. В 2019 на работу выделено еще 400 миллионов. В этом году мы планируем поработать в Предгорном районе, в Андроповском, в Минераловодском, в Изобилинском, в Кочубеевском, в Александровском районе и в Новоалександровском. Еще один способ для решения проблемы – участие в нацпроекте «Чистая вода». Благодаря ему в Новоалександровском районе появится межпоселковый водопровод, который стоит почти 350 миллионов рублей. Этим летом министерство ЖКХ займется и заменой лифтов в многоэтажках. В плане до конца года – 221 подъемник. Сейчас на Ставрополе почти половина домов с лифтами платит взносы на капремонт региональному оператору. Для них тариф повысится на рубль. Больше тонкостей для собственников, чьи дома находятся на спецсчетах. Им предстоит определить, как оплачивать замену лифта. Увеличить тариф на капремонт, перейти к рекоператору или воспользоваться кредитом под 3,5%. Сегодня где-то из 221 лифта процентов 40 уже определились, как они будут действовать, либо через рекоператор, либо самостоятельно. Еще процентов 60 у нас предстоит работа. И до 1 сентября запланировано уже полностью привести к какому-то вопросу решения, к варианту решения. Кстати, в следующем году в крае заменят вдвое больше лифтов – 441. Тем временем коммунальные службы региона уже начали готовиться к следующему осенне-зимнему периоду. Чтобы он прошел без запинки, требуется решить два основных вопроса. Один из них – добиться отсутствия долгов между теплоснабжающими организациями и ресурсными компаниями. Чтобы не допустить повторения ситуации с городом Лермонтов, где в решение проблемы пришлось вмешаться губернатору края. Теплосетей у нас много. В основном губ Ставропольского края – наша государственность. Здесь проблем нет. Мы входим в АЗП без всяких проблем по финансам, взаимоотношения с газовиками. А вот те подразделения, которые являются акционерными, частными, тут, конечно, мы сейчас с ними очень-очень плотно работаем. Нужно также поставить точку в расчетах платы за тепло в домах со смешанным типом отопления. «Разделить собственников, оставшихся на центральном отоплении, с платой за центральное теплоснабжение, и собственников, те, которые пришли на индивидуальное отопление, в части того, чтобы за свое отопление платить исключительно за потребление газа по индивидуальному отоплению, и плюс оплата за общедомовые нужды в части отопления мест общего пользования». Ставрополье было инициатором внесения изменений в правила расчета. Чтобы закрыть вопрос, дома со смешанным типом должны полностью перейти либо на централизованное отопление, либо на автономное. Ну а на брифинге вопросы министру задавали Ирина Ивановская и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.